здравствуйте мои хорошие сегодняшняя тема она немножко особенная как правильно собирать плоды в какое время и в каком состоянии должны быть плоды слышат меня фонтовцы слышат меня ютюбовцы поэтому предлагаю сегодня собрать плоды груши эта груша только заплодоносила и вы должны помнить что собирая плоды в прозелень то есть не совсем созревшие вы сделаете хорошо и дереву и себе во первых ваши плоды если вы их пересыпите слоями смешанными опилками с известкой пушонкой можно один к одному можно одну часть пушонки две части опилок переслоите и уложите рядами да и поставите в прохладное место не в холодное в прохладное место или по крайней мере в то место где постоянная температура они созреют гораздо лучше они никогда не заболеют они никогда не сгниют потому что и звездка не даст этого сделать для вас это совершенно безопасно помните китайские яблоки к нам привозили мы в очереди с мамами стояли они все были как раз в этих стружках с опилками и вкуснее они будут гораздо нежели созревшие на ветке это правда это не я придумала значит смотрите дереву надо дать как бы возможность здесь образовать плодовые почки вот это плодушки называются видите вот эти штучки называется плодушки вот они вот они вот вот на всех этих плодушках на следующий год появятся тоже груши кстати вот покупала я не такую грушу пересортится стопроцентная они такие тяжеленькие и знаете они мне напоминают лесную красавицу эти груши но я очень рада что это не северянка которую я из боязни что замерзнет покупала а это именно лесная красавица да в сибири груши большие это только тема огромные а вот такие средние это перун это лель это сварок это чижовская ну и естественно лесная красавица она достаточно морозоустойчиво и вот все эти груши надо снять естественно а дерево скажет спасибо таня какая ты молодец потому что теперь у меня есть возможность заложить почки плодовые следующего года урожая так я буду снимать груши рассказывать дальше что делать с плодовыми деревьями я вам покажу одно удобрение которое как нельзя больше подходит для яблонь груш и слив это железный купорос раньше давно наши мама и папа бабушки и дедушки они не знали никаких химических соединений для них существовал медный купорос и железный купорос но если химические соединения они все-таки накапливаются и в почве накапливаются и в стволах деревьях и в листьях и в плодушках и в самих плодах и для нас это тоже небезопасно то вот как раз два препарата медный купорос и железный они являются фунгицидами и они не так токсичны они для нас практически безопасны а вот что и как сделать вы посмотрите в следующей программе а пока снимаем груши их тут еще достаточно вот оси покажу вам груши которые приболели смотрите видите видите какие пятна это очень плохо значит дереву не хватает явно вот элементов именно железа мы обработаем эту грушу естественно всеми доступными средствами и вылечим ее к сезону следующему ой обязательно на некоторых грушах появился сажистый грибок это очень плохо вот это чистенькая а вот эти нет видите видите что делается значит нужно обязательно обработать грушу по листьям пока еще не холодно препаратами меди содержащими это для того чтобы избавиться от такого заболевания как сажистый так снимаем все груши их немного конечно это первый урожай но на сердце исключительная радость просто не знаю все ну вот такой вот небольшой но уже собственный урожай чему я несказанно рада моей корзинке посмотрите какие хорошие я их конечно положу я конечно пересыплю их опилками с и звездкой пушонкой конечно я дождусь когда они созреют а потом перед камерой буду есть вас дразнить пока всего доброго вам и Редактор субтитров А.Семкин